Подписано постановление президента о мерах по трансформации хирургической службы, повышению качества и объема хирургических процедур в регионах. Документ ставит целью создать условия для повышения качества оказания населению высоко квалифицированной хирургической помощи. Развитие науки в сфере. С деталями комментарии программы. Хирургия это область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного метода. По характеру и целям операции делятся на диагностические, радикальные и палеотивные. Любые экстренные, срочные и плановые вмешательства являются наиболее дорогостоящим методом и при этом очень часто наносится определенный вред организму. Современная медицина стремительно развивается и чтобы идти в ногу с этим прогрессом президент страны подписал постановление о мерах по трансформации хирургической службы, повышению качества и расширению масштаба хирургических операций в регионах. На сегодняшний день в год выполняется более 800 тысяч операций, разного рода операций по всей нашей стране. Но из них всего лишь 10-12% составляют высокотехнологичные. Это постановление дает нам возможность повысить качество медицинской помощи, повысить уровень знаний хирургов в областях и в районных медицинских объединениях, в хирургических отделениях. Что касается непосредственно трансформации, то определены 6 основных направлений. До конца этого года будет закуплено 500 оклюдеров на 10 миллиардов сумм. А с 2022 года ежегодные затраты на закупку 2500 оклюдеров будут ежегодно учитываться при принятии государственного бюджета. Достаточно большая работа проведена для определения потребностей, в том числе и потребностей в оклюдерах, в различных, скажем так, вспомогательных аппаратах, расходных материалов. И все эти наши потребности, они были учтены в этом постановлении. Поясним, что такое оклюдер. Это специальное устройство, с помощью которого можно закрыть аномальные отверстия в межпредсердной перегородке. Это своеобразная заплатка, которая ставится на место дефекта. В основном в этом устройстве нуждаются появившиеся на свет с врожденными патологиями сердца. При этом применяется эндоваскулярный метод имплантации, который относится к малоинвазивным хирургическим вмешательствам, который, в свою очередь, позволяет минимизировать повреждения здоровых тканей и избежать послеоперационных осложнений. Самый современный метод лечения этих больных, это когда не делается большая операция с разрезом, это когда через сосуды либо руки, либо ноги этим детишкам вводится специальный оклюдер, и он закрывает как клепка это отверстие. Ну, буквально на следующий день мы видели таких наших детей, которым ставили оклюдеры, они буквально на следующие детей, это практически здоровые и полноценные дети, которые бегают, радуются, смеются. Документом предусматривается увеличение подобного рода легких вмешательств в районах и городах с 60 до 79, а в регионах со 130 до 168. Предполагается постановлением оснащения современным высокотехнологическим оборудованием на уровне наших регионов, на уровне районов, и создание 35 межрайонных центров, в которых также будет проводиться оснащение. Это позволит больным получать хирургическую помощь достаточно высокого уровня, и не будет необходимости ехать в областные центры или в Ташкент. Это позволит перевести 62 тысячи хирургических вмешательств в малоинвазивный вид. Это даст возможность сэкономить 140 миллиардов сумм в год. На данный момент уже в трех регионах начали эти операции. На Манган, это Самарканд и Хоризм, и этот спектр будет увеличиваться. К примеру, обычная операция по извлечению желчного пузыря обходится в 5,3 миллионов сумм. А так? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Ташкентской медицинской академии. Очень важно сказать, что будет создан симуляционный центр в нашем центре, который будет обучать хирургов на современных симуляторах. Многие из вас, наверное, видели, как обучают пилотов на симуляторах, когда они на этом симуляторе, в условиях максимально приближенных к реальным, они отрабатывают всякие ситуации, в том числе и аварийные. Так и у нас будет отработано все на симуляторах, а затем уже наши хирурги с регионов, с центров, они будут уже непосредственно оперировать наших больных. Министерство инвестиций и внешней торговли поручено направить на модернизацию центра хирургии 11 миллионов долларов в счет кредитных средств Исламского банка развития. Постановлением утверждается программа мер по трансформации хирургической службы в 2021-2023 годах, побравшая в себя 24 пункта. Также стоит отметить развитие IT-технологий в медицине, внедрение телемедицины и на постоянной основе общения со специалистами не только в областных центрах, но и в районных медицинских объединениях городов и районов. И стоит особо отметить модернизацию нашего центра, на которую выделена крупная сумма для приобретения высокотехнологичного медицинского оборудования, для того, чтобы у нас в стране выполнялись и внедрялись все то, что происходит сейчас в мировых медицинских учреждениях. Модернизация и оснащение современной техникой медицинских учреждений республики выдвигает на первый план профессионализм и организаторские способности со стороны руководящего состава. В этой связи с 1 ноября 2021 года будут организованы краткосрочные учебные курсы по переподготовке по направлению Health Care Administration. Созданы условия для того, чтобы мы могли обучаться. Это обучение за рубежом. Для этого тоже выделены конкретные средства и не только для хирургов из центра, но и для хирургов из регионов, которые также получат возможность и получат обучение в ведущих хирургических центрах за рубежом. Отметим, что в 2022-2023 учебном году на основе государственного гранта по направлению Магистр будет подготовлено 50 специалистов-менеджеров в Международном Вестминстерском университете и в других вузах республики. Кстати, в этом учебном году было предусмотрено 20 государственных грантов по данному виду подготовки специалистов. На реализацию всех поставленных задач в этом и последующих годах будет затрачено более 130 миллиардов сумм и 11 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok